Побежден, но не сломлен. Но и это вопрос решенный. Последний из 11 незаконных киосков на улице Старозагора ждет та же участь, что и его собратьев. Его демонтируют, несмотря на отчаянное сопротивление владельцев. Павильон уже отключен от электричества, а значит торговать курами в нем невозможно. До конца недели хозяину придется вывести свой киоск. Либо это сделают силами администрации. Такие объекты не только ведут торговлю без разрешительной документации, но и занимают городскую территорию незаконно, а также мешают реконструкции бульвара Старозагора. Даже те, кто здесь стоял с договорами, с пониманием отнеслись к ситуации, к тому, что будет бульвар, больше здесь не будет торговых точек и уехали сами. Но вот, к сожалению, еще остаются такие люди. Торговые ряды Шибко также пока остаются на месте. Эта территория находится в частной собственности и владелец не желает убирать помещение. Специалисты департамента потреб рынка ведут переговоры с собственником, чтобы вернуть эту землю в муниципалитет. Мнения жителей насчет рынка здесь разделились, но большинство за то, чтобы грязь и антисанитария остались в прошлом. Жителям, конечно, хочется. Вышел сразу из подъезда, что-то купил, что говорить. Потому что сейчас настолько избаловали людей, в каждом внутриквартал, почти около каждого дома, какой-то есть киосочек, где продают, начиная от хлеба, заканчивая всем, что и нельзя продавать. Правильно? Конечно, хотелось бы все это, но должны соблюдаться правила и законы, и нормы, и красота должна. Реконструкция бульвара идет полным ходом. Завезли новый грунт, укладывают плитку, восстанавливают фонтаны. Местные жители каждый день наблюдают за ходом работ и уже предвкушают, как будут совершать здесь ежевечерний променад. К временным неудобствам относятся понимающие. Потерпим, потерпим, если нам обещали до 31 августа все сделать, но даже если до 31 сентября, а до 30 сентября, мы согласны. Во всей красе открыть бульвар планируется ко дню города. К этому времени он превратится в гордость микрорайона, как и много лет назад. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События.